Снаряд в троллейбус смерть Востоку Снаряд в троллейбус смерть Востоку В Донецке приняты повышенные меры безопасности Ополченцы и милиция ищут разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков, проникших в город По одной из версий, бойню на троллейбусной остановке в Донецке устроила именно такая диверсионная группа Хотя не исключено, что на улицу Куприна в Ленинском районе Донецка залетел снаряд с украинских позиций С 18 января Донецк находится под ураганным огнем в Су Безопасных мест в городе просто не осталось Таким образом украинские военные, очевидно, мстят за потерю нового терминала Донецкого аэропорта, откуда их выбили ополченца Причем мстят именно гражданскому населению Несмотря на непрерывные обстрелы, жители Донецка продолжают заниматься обычными повседневными делами Ходят на работу, на учебу, достают пропитание 22 января, в утренней части пик, в микрорайоне Босе, рядом с остановкой общественного транспорта, прогремело несколько взрывов Они были такими мощными, что повреждены соседние многоэтажки Под взрывной удар попали пассажиры троллейбуса, а также автомобили и прохожие Как минимум 8 человек погибли, по другим данным, жертв 15 Более двух десятков госпитализированы с тяжелыми ранениями Случившееся уже называют Донецкой Волновахой Напомним, 13 января недалеко от Донецкого города Волноваха, который находится под контролем украинских силовиков При подрыве автобуса погибли 13 человек Киев, а вслед за ним США немедленно обвинили в трагедии ополченцев ДНР На днях президент Украины Петр Порошенко потрясал фрагментом искореженного борта Волновахского автобуса с трибуны форума в Давосе Что, по его мнению, должно продемонстрировать причастность России к военным преступлениям Впрочем, сейчас уже можно с полной убежденностью говорить, что автобус под Волновахой пострадал от срабатывания украинской противопехотной мины Что касается Донецка, то, повторимся, он практически полностью простреливается украинскими войсками К тому же там еще с лета действуют диверсанты Но официальная киевская власть в лице Иценюка немедленно обвинила в преступлении опять так и ополчение и Россию Только ежечасно рискующих жизнью жителей Донецка никак невозможно убедить, будто они убивают себя сами Они прекрасно видят, кто и откуда ведет обстрел их родного города Об этом они рассказали пленным киборгам Минус так называют на Украине своих военных, несколько месяцев стрелявших по Донецку с территории аэропорта В плену киборги выглядят, мягко говоря, негероически Тем более их предали свои и, несмотря ни на какие факты, Киев упорно не признает поражения в аэропорту Пленных украинских вояк, в том числе командира батальона, привели на расстрелянную остановку А также к другим местам массированных обстрелов и гибели людей Реакция горожан была бурной, что вполне объяснима Зачем вы пришли к нам? Разве мы трогали ваши города? Вы убиваете стариков и детей Мне 55 лет, думал, поздно воевать Но после сегодняшнего терпеть уже не могу За что вы нас убиваете? Мы такие же люди Расскажите своим в Киеве, что вы творите Убирайтесь отсюда, убийцы Вас, наверное, не мать родила Характерно, что в западной прессе куда больше внимания уделили издевательству над пленными Как назвали их проход по городу, нежели убийством гражданского населения Донецка Комиссия наблюдателей ОБСЕ посетила место обстрела остановки и опубликовала свой отчет Он носит чисто технический характер Комиссия описала две воронки и направление обстрела северо-запада Обстрел, по ее данным, мог вестись как из миномета, так и из артиллерийской установки Ответственности на ту или иную сторону за преступления она не возлагает Совет безопасности ООН осудил обстрел остановки в Донецке В принятом в четверг по инициативе России заявлений для печати члены СБ Подчеркнули необходимость проведения объективного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности Кроме того, Совбез призвал стороны к полному выполнению минских договоренностей А также приветствовали совместное заявление министров иностранных дел Франции, Германии, РФ и Украины Принятое в Берлине 21 января 2015 года Чудовищным преступлением против человечности, которое требует международного расследования Назвали обстрел остановки в российском МИДе Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров Случившаяся провокация, цель которой сорвать любые усилия по мирному регулированию Между тем опыт показывает, что работа подобных международных комиссий практически никогда не бывает результативной, так как они являются политическим инструментом, а не объективной и независимой инстанцией В ДНР ведут собственное расследование По имеющимся данным, одновременно с остановкой под обстрел в Донецке попал гарнизон ДНР, бывшая воинская часть МВД Украины, с весны прошлого года находящаяся под контролем сил республики Возможно, он и был главной целью обстрела Уголовное дело по факту обстрела остановки в Донецке По статьям убийства двух и более лиц и применения запрещенных средств и методов ведения войны Возбудил также Следственный комитет России Павел Сверидов, западный запал Ни на миг не прекращалась канонадой людская смерть Конвейером, потоком, говорили Львов, Полтава, так и надо Добавляли Сумы, равно, смерть Востоку На позициях реально, неусловно Сын сельчанина искал в прицеле школу Из-под Луцка он, а может, из-под равно, Александр, Степан, а может быть, Микола Заряжающий вставлял снаряд в казенник Командир махал рукой, знак подавая, и взрывались где-то дом, детсад, коровник Их расчет не видел, уши затыкая Не видали Апанас, Тарас, Микола кровавленные стены Минус далеко ведь, что там рвалась впереди минус больницы, школы Им ведь четкий дан приказ минус стрелять на совесть Не за страх, а за единую Украину Командир им отменил попытки мыслить Взмах руки и где-то в клочья рвет людину Москалику на геликуйне кисни Ни на миг не затихает канонада Кровь людская растекается потоком Повторяют Львов, Полтава, так и надо Добавляют Киев, Сумы, Смерть Востоку Евгений Гусаченко 22 января, 2015 год 24 января 2015 года